Доценту Захаровой Валерии Леонидовне с темой доклада «Кардиологические риски у пациентов с сахарным диабетом второго типа». Добрый день, глубоко уважаемая Нина Александровна, глубоко уважаемые коллеги. Для начала я бы хотела просто поблагодарить вас за возможность перед вами выступить, потому что аудитория не совсем для меня привычная с позиции того, что здесь, в общем-то, только в основном эндокринологи. Я выступаю перед вами как кардиолог и хочу осветить проблему именно с кардиологической позицией. И тем приятнее здесь находиться, потому что, ну вот, я думаю, что, наверное, может быть какая-то дискуссия или какие-то вопросы, которые позволят нам рассматривать это заболевание, которое сегодня расценивается как развитие, рост его, как пандемия 21 века, и говорилось об этом еще и с середины, с конца 20 века. И все, мы продолжаем также эту проблему характеризовать. Ну вот, собственно, давайте посмотрим с различных позиций. Ну, начнем с того, что традиционно я бы хотела охарактеризовать ту ситуацию, которая на сегодняшний день у нас в стране с вами надмечается, наблюдается, касательно основных причин смертности населения Российской Федерации. И если посмотреть на официальные данные статистические, то по данным Росстата на 2014 год, посмотрите, порядка 50, чуть больше 50% наших пациентов умирают именно от сердечно-сосудистых заболеваний. Каковы же основные сердечно-сосудистые заболевания, которые приводят к смерти наших пациентов? Традиционно это ишемическая болезнь сердца и инсульты, как самая основная причина. Причем, посмотрите, какая интересная динамика. Это данные Всемирной организации здравоохранения. То есть это ситуация, которую они отслеживали на протяжении 12-15 лет последних. И если мы видим верхние строчки, это инфаркты и инсульты, причем эти заболевания своих позиций на протяжении 10-15 лет не сдают. Они сохраняют свои лидирующие позиции, тогда как другие заболевания имеют какую-то там динамику. То они увеличиваются, то уменьшаются. Конечно, с одной стороны, можно говорить о том, что есть большой плюс, что мы не видим существенного увеличения за последние годы роста смертности именно от этих причин. Но с другой стороны, мы не видим и снижения этого показателя. Если говорить о проблеме, которая сегодня нами обсуждается, и почему, скажем так, одна из возможных причин такого стойкого удержания лидирующих позиций сердечно-сосудистых заболеваний – это в том числе и сахарный диабет. Причем наши коллеги из Американской ассоциации сердца уже с конца 90-х годов прошлого века говорят о том, что хватит расценивать сахарный диабет только лишь исключительно как проблему эндокринологическую, как проблему, связанную с нарушением обмена веществ. Поскольку, если мы видим и констатируем тот факт, что подавляющее большинство пациентов с сахарным диабетом умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, давайте расценивать сахарный диабет как сердечно-сосудистые заболевания. И фактически в журнале Circulation в 1999 году программный был номер журнала, который, собственно говоря, так и назывался – «Диабет и сердечно-сосудистые заболевания». Я бы хотела остановить свой взгляд и ваш тоже на этом слайде. Почему? Потому что для того, чтобы понимать, почему мы на сегодняшний день расцениваем сахарный диабет как одну из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний, наверное, есть какие-то патогенетические моменты, есть какие-то особенности морфологические и прочее. Но вот если мы говорим, употребляем термин «сердечно-сосудистые заболевания», то давайте мы договоримся все-таки, что мы подразумеваем под этим термином «сердечно-сосудистые заболевания». Мы подразумеваем, что ишемическая болезнь сердца и связанные с ней осложнения. Фатальные, нефатальные инфаркты, сердечная недостаточность. То есть это совершенно конкретное определенное заболевание, и в основе которого лежит атеросклероз. И вот очень интересно, что в 2011 году на конгрессе кардиологическом, который состоялся осенью 2011 года, была представлена новая версия рекомендации по коррекции нарушений липидного обмена, объединенная Европейского кардиологического общества и Общества по изглючению атеросклероза. И вот этот консенсус объединенный и вот эти новые рекомендации, можно сказать, что на сегодняшний день это такой революционный подход. Почему? Потому что были изменены взгляды на категории риска, были изменены взгляды на диагностические определенные аспекты, и были изменены взгляды на фармакотерапию. Обсуждалось все очень подробно. Но обратите внимание, число факторов риска, которые приводят к развитию атеросклероза, всегда их обсуждалось достаточно большое количество, но вот нам с вами интересен тот факт, что конкретно совершенно европейское общество кардиологическое в качестве одного из основных факторов развития атеросклероза выделяет сахарный диабет второго типа. Ну, помимо всех традиционных факторов, таких как курение, возраст и так далее, а также абдоминальное ожирение, хроническую болезнь почек. То есть у нас на сегодняшний день фактически меняется ландшафт такого сердечно-сосудистого риска, да, факторов риска, о которых мы говорим. Конечно, традиционно все говорят и о курении, и о высоком холестерине, и о высоком давлении, но сегодня, да, мы говорим о том, что все-таки это более такое комплексное воздействие и метаболического синдрома, и сахарного диабета, отдельное ожирение. То есть это несколько иной такой подход. Я специально сделала вот этот вот слайд для того, чтобы мы с вами могли проиллюстрировать то, что я говорю по поводу 2011 года и вот этого изменения взглядов на оценку пациентов с позиции риска. Ну, это известная всем таблица по так называемой шкале СКОР, которая позволяет оценить первичного пациента, у которого еще нет того самого сердечно-сосудистого заболевания, оценить его по уровню риска развития в течение ближайших 10 лет чего? Фатального осложнения. То есть фактически это оценка возможности того, что пациент, вероятности того, что пациент в течение ближайших 10 лет умрет от сердечно-сосудистого заболевания. Это ишемическая болезнь сердца. И традиционно вот эта вот шкала СКОР, она предполагает учет каких-то гендерных особенностей, кто там пациент мужчина-женщина, фактора курения, уровня артериального давления, а именно систолического, и уровня холестерина. Но не всегда только одни эти факторы позволяют истинным образом оценить степень риска развития этого фатального осложнения. И, ну, к примеру, я всегда привожу в качестве примера, я тут вот, я прошу, а вот, давайте возьмем приблизительно, ну, одинаковых там, мужчину-женщину 58 лет, курильщиков с одинаковым уровнем давления, там, 160 на 100, допустим, да, и уровнем холестерина 7. Вот у нас есть дама, да, курильщица в возрасте 58 лет, которая имеет риск развития фатального осложнения на сегодняшний день 7%. С одной стороны, если мы будем ей говорить о том, что, вот, вам нужно какие-то меры принимать для того, чтобы снижать уровень давления, отказ от курения и снижать уровень холестерина, она может сказать, ну, 7% это не так много. Если у нас, к примеру, такой же мужчина, да, курильщик, 58 лет, с теми же цифрами давления, с теми же цифрами холестерина, тут риск 19%. Ну, здесь мужчина может как-то отреагировать иначе. Но вот эта шкала скор не представляла возможности оценки такого фактора риска, как сахарный диабет. Что на сегодняшний день делают нам европейские рекомендации по лечению атеросклероза? Посмотрите, как интересно. Позволяет оценить вклад сахарного диабета в развитие этого самого фатального осложнения. Коэффициент 5 для женщин и коэффициент 3 у мужчин. То есть, если наши эти два пациента не имеют еще ишемической болезни сердца, но они имеют сахарный диабет, то тогда риск развития фатального осложнения в течение ближайших 10 лет у этой женщины будет уже не 7%, а 35%. Это гораздо больше, и это может мотивировать и пациентку изменять свой образ жизни. Но, собственно говоря, что касается мужчины, то, соответственно, этот коэффициент 3, 19 на 3, то есть порядка 60%. Настолько значимо на сегодняшний день влияние сахарного диабета на развитие сердечно-сосудистого заболевания. Ну и, собственно говоря, переоценена, как я уже говорила, категория риска. То есть, помимо того, что пациент, страдающий ишемической болезнью сердца, помимо того, что он имеет высокие риски по шкале SCORE, помимо этого само по себе наличие сахарного диабета второго типа и первого типа с микроальбуминурей переводит его в категорию очень высокого риска развития сердечно-сосудистого осложнения в ближайшие 10 лет. С чем связано вот такое увеличение риска развития заболевания у пациентов с сахарным диабетом? Вы видите, что дело не только в атеросклерозе и в понимании значимости уровня холестерина в развитии атеросклеротической бляшки. Но сама по себе гипергликемия, сам по себе сахарный диабет как фактор риска развития этого атеросклероза, посмотрите, на разных этапах приводит к формированию оксидативного стресса, что запускает целый каскад реакций, приводящих к эндотелиальной дисфункции и к прогрессирующему развитию атеросклероза, атеротромбоза. Таким образом, сердечно-сосудистые заболевания, мы понимаем на сегодняшний день, это основная причина смерти пациентов с сахарным диабетом. То есть это фактически годы жизни, которые пациент теряет по сравнению с тем пациентом, у которого диабета нет. И посмотрите, риск смерти, который ассоциирован с диабетом, в 2,5 раза практически выше, если речь идет о сердечно-сосудистой смерти, по сравнению с пациентом, который диабета не имеет. Смертность от всех причин точно так же почти в 2 раза выше у пациентов с диабетом в сравнении с пациентами, которые не страдают с сахарным диабетом. Вы лучше меня, наверное, знаете результаты исследования UKPDS в контексте коррекции гликемии, но я бы хотела просто обратить внимание на то обстоятельство, что мы как кардиологи расцениваем и смотрим на это исследование UKPDS еще из других позиций. Влияние не просто на уровень гликемии, который мы оцениваем по динамике уровня гликированного гемоглобина, а мы смотрим на риск развития осложнений, связанных с поражением сосудов крупного, мелкого калибра. То есть мы оцениваем это исследование и смотрим на него с позиции того, что у нас возникает вопрос, а каким образом вообще может ли только лишь одна коррекция гликемии привести к изменению течения болезни и к уменьшению прогрессированного такого развития осложнений сосудистых. Вообще есть на сегодняшний день целый ряд клинических исследований, которые изменили представление нашей о компенсации сахарного диабета. И в частности мы можем вспомнить такие исследования, как DCCT, тот же самый UKPDS или исследование ADVANCE, которые очень четко, достоверно показали, что снижение гликированного гемоглобина всего-навсего на 1% приводит к снижению риска на 21% общего риска и вариабельность снижения риска развития осложнений сосудистых от 14% до 40%. В противовес этому мы видели в других исследованиях, что снижение гликированного гемоглобина до высоконормальных значений ассоциировано, наоборот, с увеличением риска смерти пациентов. Мы в кардиологической практике достаточно часто употребляем различный термин, как континуум. Мы говорим сердечно-сосудистый континуум. В последние годы часто употребляем такой термин, как кардиоринальный континуум, тем самым пытаясь увидеть сами и показать, что в процессе течения болезни есть некая такая контиленность, когда одно и то же заболевание, осложнение приводит к какому-то замкнутому кругу. И очень важно воздействовать на разные этапы развития этого континуума, продолжительности течения болезни и какого-то финиша летального в том числе. В контексте сахарного диабета мы можем говорить, может быть, даже не столько о гликемическом континууме, сколько о какой-то такой гликокардиальной. То есть мы видим с вами, что в процессе течения заболевания, вот той самой дисгликемии, которая начинается с нарушенной толерантности к глюкозе и потом в последующем переходит в сахарный диабет, мы видим, что вот это усугубление тяжести течения диабета ассоциировано с все больше и больше нарастающими сосудистыми осложнениями. Так все-таки, да, на какие вопросы мы хотим сегодня получить ответ? То есть есть ли наличие связи между уровнем гликемии и сердечно-сосудистых осложнений? Ну, мне кажется, что на сегодняшний день в ответе уже сомнений никаких нет. Вопрос второй. Снижается ли риск сердечно-сосудистый при снижении уровня гликемии? При лечении, допустим, только одними антидиабетическими препаратами. В течение достаточно длительного времени ответ на этот вопрос был неоднозначный, но сегодня мы утвердительно отвечаем на этот вопрос. И подтверждение тому, опять-таки, достаточно большое количество очень крупных исследований, которые на сегодняшний день проведено. И еще один вопрос. Связано ли снижение риска сердечно-сосудистого только лишь со снижением одним уровня гликемии? И, соответственно, имеет ли значение какой-то конкретный препарат с точки зрения снижения этого уровня гликемии? Однозначного ответа нет. И наиболее вероятный класс препарата, его конкретная формула имеет значение. И плеотропные эффекты, множественные эффекты, которые объясняются не только лишь одним гипогликемизирующим действием. И в качестве подтверждения того факта, что достаточно жесткий контроль уровня гликемии способен снижать риски сердечно-сосудистые, я бы хотела представить вам вкратце результаты достаточно крупного исследования СТЭНА-2. Крупное, поскольку это было очень продолжительное исследование, а это всегда очень интересно, поскольку мы можем проследить траекторию движения пациента и его осложнений, и вообще болезни у каждого конкретного больного. В этом исследовании оценивалось влияние на смертность, конечную точку, многофакторного терапевтического подхода у больных с диабетом 2 типа и микроальбоминурии. Дизайн исследования был достаточно простой. Пациенты находились либо на интенсивной, либо на традиционной терапии, оценивались макрососудистые и микрососудистые осложнения, жесткая конечная точка смертности. Но, посмотрите, интерес заключается в том, что это было очень длительное исследование. Оценка проводилась и через 8 лет наблюдения, и через 13 лет наблюдения, и потом оценивались результаты и через 21 год наблюдения. Что же мы увидели? Ну, прежде чем что увидеть, да, посмотрите, цели, какие лечения были. Мы сказали о том, что пациенты делились на две группы. Традиционная схема и схема интенсивного лечения. Оценивались традиционные параметры гликемический контроль, но плюс ко всему, да, вот те факторы, которые связаны с развитием сердечно-сосудистых осложнений, уровень артериального давления, систолического, диастолического, показатели липидов плазмы. Что касается группы интенсивной терапии, то совершенно четким образом очерчивались определенные позиции, которые оценивались и индивидуализацией рисков в этой группе, и оценивалось влияние изменения образа жизни и так далее. Да, ну вот многофакторное лечение. Что касается групп препаратов, которые пациенты получали, ну вы видите, это было такое, если мы сказали в самом начале, что это многофакторное влияние, то, соответственно, и группы препаратов, которые пациенты получали, тоже были очень широко представлены различными лекарственными средствами. Значит, это были сахароснижающие препараты, традиционно производные сульфанилмочерины, бигуаниды, инсулин. По поводу гиполепидемических и статины, и фибраты. Гипотензивные средства различные, ингибиторы ангиотензивно-перевращающего фермента, и сортаны, и диуретики, и так далее. Ну, что касается нефропротекции, да, ну вот так мы выделили в этой таблице конкретно ингибиторы ангиотензивно-перевращающего фермента, поскольку всем очень хорошо известны их нефропротективные свойства. Ну и еще прием ацетилсалициловой кислоты. Вот на фоне такого лечения, комплексного лечения, такого многофакторного подхода, что же увидели через 13 лет наблюдения? Вот сейчас вы увидите сразу целую группу, несколько слайдов, чтобы вам было проще, чтобы вы там не вглядывались в легенду. Значит, все, что касается синего, вот если вы видите синюю окраску, да, график или столбцы, это группа интенсивной терапии. И, соответственно, красный график или там столбцы, да, это стандартная терапия традиционная. Мы с вами видим, что через 13 лет лечения, ну, собственно говоря, все то, что должно было снижаться, снижалось, да, все то, что, короче говоря, изменялись показатели, таким образом, ну, в нужном направлении. Мы с вами видим, что гликированный гемоглобин снижался и в одной, и в другой группе. Но, смотрите, интересно, когда в группе традиционного лечения в группе традиционной терапии неинтенсивной уровень гликированного гемоглобина, да, ну, все-таки достаточно длительное время не поддавался такой коррекции интенсивной, как это наблюдалось в группе интенсивной терапии. Но мы с вами видим и снижение систолического артериального давления, и диастолического, и снижение уровня холестерина, и везде профиль, который мы видим в группе интенсивной терапии, он лучше, нежели в группе традиционной терапии. Мы с вами видим ту же самую историю, если оцениваем число пациентов, которые достигли определенных целевых значений через 13 лет терапии. А в качестве целевых значений у нас здесь выступают те же самые уровни гликированного гемоглобина, которые мы с вами оценивали в самом начале и сказали, что это первичные переменные и уровни липидов плазмы, и уровни артериального давления. Здесь точно так же видим, что все-таки профиль в группе пациентов интенсивной терапии значительно лучше, чем у пациентов стандартной терапии. Но самый большой сюрприз ожидал экспертов при оценке результатов исследования, когда оценивалось влияние на конечные точки. Посмотрите, снижение общей смертности на 46% наблюдалось в группе пациентов, которые находились на интенсивной терапии. Причем эти отличия были высоко достоверны в сравнении с пациентами, которые принимали стандартную терапию. Что касается более длительного периода наблюдения, это было 13 лет, через 21 год, посмотрите, снижение общей смертности составило 45% в группе интенсивной терапии. И тоже высоко достоверные различия. Если говорить конкретно о сердечно-сосудистой смертности, то посмотрите, через 21 год этот показатель составил 62% в группе интенсивной терапии. То есть одна лишь жесткая коррекция гликемии позволяла очень жестко влиять на конечные точки. Кроме всего прочего, риск всех сердечно-сосудистых событий в группе интенсивной терапии снизился через 13 лет на 29%. И еще на один показатель хотелось бы обратить внимание. Это терминальная почечная недостаточность. Мы на сегодняшний день регистрируем, фиксируем тот факт, что подавляющее большинство пациентов, больше 40% пациентов, которые идут на программный гемодиализ, это пациенты, которые в качестве причины развития ХБП и, соответственно, терминальной почечной недостаточности, имеют сахарный диабет. И получается, что это одна из целей терапии, которую мы ставим перед собой, когда проводим лечение пациентов с диабетом. Так вот, что касается терминальной почечной недостаточности, посмотрите, тоже есть различия между группой стандартной терапии и интенсивной. Только один пациент в группе интенсивной терапии нуждался в конце исследования в программном гемодиализе против шести пациентов в группе стандартной лечения. Ну и то же самое мы с вами видим, я просто быстренько, потому что я понимаю, что в регламент надо уложиться. Значит, прогрессирование диабетической нефропатии. Мы видим число событий значительно меньше в группе пациентов, которые находились на интенсивной терапии. И то же касается оценки прогрессирования диабетической ретинопатии, автономной нейропатии. Но один из самых главных моментов, на который еще раз хотела бы обратить внимание, это снижение, общее снижение смертности микро- и макрососудистых осложнений в группе интенсивной терапии через 21 год наблюдения. Посмотрите, показатели высоко достоверны. Таким образом, если мы будем пытаться какой-то финал сказать о том, что же нам показало, что позволило, продемонстрировало исследование СТЭНа. Во-первых, снижение риска общей и сердечно-сосудистой смертности через очень долгий период наблюдения, через 21 год, интенсивной многофакторной терапии составил от 45 до 62%. Снижение риска больших сердечно-сосудистых событий через, соответственно, 8, 13 и 21 год наблюдения на 50%, опять-таки, в группе многофакторной интенсивной терапии. Снижение рисков микрососудистых осложнений через 21 год интенсивной терапии 48%. Чрезвычайно значимое исследование для понимания вообще введения пациентов с сахарным диабетом 2 типа, поскольку эксперты и исследователи пришли к заключению, что ранний интенсивный многофакторный подход к лечению пациентов с сахарным диабетом 2 типа и микроальбоминерии дает значительные преимущества по снижению риска развития и макро- и микрососудистых осложнений общей и сердечно-сосудистой смертности в сравнении со стандартной терапией и в ранний период, посмотрите, и в отдаленной, поскольку, еще раз обращаю внимание, что это было исследование очень длительное, более 20 лет. Ну и в завершении своего сообщения хотела бы обратить особое внимание на тот факт, что лечение пациентов с сахарным диабетом, это адекватное назначение и препаратов, которые снижают уровень гликемии, и препаратов, которые корригируют уровень артериального давления, то есть такой многофакторный подход, но само по себе назначение гликемического противодиабетического препарата позволяет, как мы уже поняли с вами, эффективно корригировать прогрессирование сердечно-сосудистых осложнений, но это доказано на сегодняшний день только для совершенно определенного количества определенных препаратов. И на сегодняшний день мы с вами можем говорить только о двух препаратах и по результатам тех исследований, которые проведены были. Это исследование по РЭКСам, по глифлозинам и исследование ЛИДЕР с лироглютидом. Посмотрите, вот я бы хотела обратить ваше внимание, тут не очень, может быть, хорошо видно, особенно вот на задних рядах. Посмотрите, вот это снижение сердечно-сосудистых осложнений составило порядка 14% у эмпоглифлозина и порядка 13% у лироглютида. Это так называемая масса осложнений, то есть это главные сердечно-сосудистые события, к числу которых относится сердечно-сосудистая смертность, нефатальный инфаркт миокарда и нефатальный инсульт. Вот все, что у нас левее вот этого вертикального вертикальной черты, это показатели, которые лучше на фоне терапии. То, что здесь, это показатели, которые лучше на фоне приема плацебо. Посмотрите, да, здесь действительно у эмпоглифлозина общее снижение больших сердечно-сосудистых событий на 14%, но это снижение смертности и это сердечно-сосудистые и снижение количества инфарктов нефатальных. Что касается лироглютида, разница небольшая, порядка 13%, но посмотрите, здесь все три компонента, которые характеризуют главные сердечно-сосудистые события, все три компонента достоверно снижаются, то есть прием лироглютида лучше, естественно, чем плацебо. То есть это препарат, который на сегодняшний день эффективно себя зарекомендовал с точки зрения снижения именно сердечно-сосудистой смертности. То есть такая парадоксальная вещь, вроде бы препарат, который только позиционировался изначально как препарат для лечения сахарного диабета, а сегодня мы с вами говорим о том, что это препарат, который эффективно позволяет снижать смертность. Нашим пациентам всегда хочется уменьшить количество лекарственных препаратов, которые они принимают в избежание полипрагмазии, конечно, но не всегда это возможно. Вот в данном случае, если мы оцениваем больных с сахарным диабетом как пациентов с очень высоким сердечно-сосудистым риском, один лишь адекватный контроль гликемии позволяет дополнительно эффективно и достоверно снижать прогрессирование сердечно-сосудистых осложнений. Благодарю за внимание. Продолжение следует...